Друзья, всем привет! Меня зовут Петр и вы на канале семьи Сунейкиных. Друзья, ну что, наступила такая весенняя пора, жара, лето приближается. Пришло время открывать строительный сезон. Он у нас, конечно, открыт уже, просто не было времени снимать. Занимались различными там работами, подготовителями, наводили тут порядки. В принципе, ничего такого невероятного. Обычные такие, как сказать, работы, которые происходят после схода снега. Такие весенние работы, подготовка участка к летнему периоду. Это как бы небольшой там у нас огородик. У нас есть тут место под баню, которое мы начали еще весной заниматься им. Сейчас я расскажу вообще, какая там произошла проблема. Также начали строить дом. Произвел армирование, то есть, с четвертого ряда. И сейчас у нас начинается пятый ряд. То есть, это такое полноценное открытие строительного сезона. Начинаем строительство дома, ну и, соответственно, какие-то сопутствующие работы. Но самая главная задача, это, конечно, поднятие стен нашего дома. И вот эта часть, это крыльцо, это будет как бы баня и там небольшая гостевая комната в один этаж. Вот весной я выкопал фундамент. Блин, осенью я выкопал полчаса весной, а осенью выкопал траншею. Думаю, ну, придет весна, я тут сразу как бы произведу такие подготовительные работы. Да не тут-то было. Что произошло? Снег начал таять и, получается, вся земля, она по факту просто осыпалась. Ну, вот видно, вот как осыпается. Вот эту часть, получается, отсюда землю выгреб. А было это вот в таком вот виде. И вот здесь вот видно земля. Вот она, как вся эта осыпается. И сейчас ее вручном режиме и тележкой из этой земли мы делаем, получается, грядки. Вот тут здесь вот видно тоже. Вот я, получается, вчера потом землю здесь вывез, и она уже вот начали стенки опять осыпаться. Вот до сих пор стоит вода. Земля еще здесь не растаяла. Грунты вот у нас такие вообще прямо здесь. Короче, здесь, получается, слой чернозема идет небольшой, где-то с полметра, а дальше просто идет глина. И вот как раз вот в этом месте глина, она еще просто льдом покрытая. От этого происходят эти пучения все. Мне нужно, вот я завез, кстати, ПГС. Начал завозить его очень много, надо будет. Это вот мы землю, получается, сейчас убираем. И вместо этой земли буду сыпать ПГС. То есть фундамент я здесь буду делать уже поверхностный. В землю бетонный лить не буду. То есть вместо вот этого грунта, который я оттуда вынимаю, там будет ПГС. Все. И фундамент просто станет сверху. Будет ленточная и плита также. Жарко, да? Га, жарко. Так, вот в таком состоянии у нас находится место под вольер. До такой степени я его разобрал. Вот лежит кирпич разобранный. Вот мне теперь задача его очистить. То есть вон видно поддон, это уже чистый кирпич. Вот так вот я сделал полностью по всему контуру армирования. Это у нас четвертый ряд. То есть если обратить внимание, вот у нас есть первый ряд армирования. И получается четвертый ряд. То есть вот раз, два, три, четыре. Четвертый ряд. Он полностью шлифованный. Если честно, я три или на четыре дня производил только шлифовку, выравнивал полностью плоскость под нивелир. Все это примерял. Промерял это все правилом. Вот. Как мог это все вытянул. Была вообще очень неровная кривая вся поверхность. Стены друг от друга вообще бились. Прям, наверное, я не знаю, там сантиметра два в общей высоте. Пришлось просто теркой снять. У меня стерлась терка. Сейчас надо покупать новую терку, потому что у нее просто-напросто стерлись зубья. Вот я начал укладывать уже пятый ряд. А пока просто блоки лежат по углам. Вчера было время. Растащил их немного. Какую-то часть блока получилось поставить внутрь дома для удобства. Уже не приходится таскать, как в прошлый раз. Ну что, в принципе, все готово. Можно начинать. Так. Пару слов об инструменте. Смотрите, друзья. Если кто смотрел наши ролики, да, то все видели, что я пробовал разные варианты. Именно такой, что для удобства. Думал, там будет удобнее, быстрее. По размазыванию клея, грубо говоря, да, то есть вот этого слоя. И все-таки я остановился вот на таком простом инструменте. Самый обычный шпатель. Размер у него 8 на 8. То есть у него, как если обратите внимание, зубья, они не острые, типа треугольником, а они квадратные. И это намного удобнее. Это намного удобнее ровнять блоки. Это, опять же, связано с тем, что те... Тут четвертый ряд, который почти два сантиметра, если взять вообще в общем уровне, да, то есть два сантиметра мне пришлось снять. Я просто там три-четыре дня потратил на то, чтобы отшлифовать эту плоскость. Все это просто потому, что там был слишком тонкий слой. И сейчас я решил... Ну, я уже попробовал проработать таким шпателем 8 на 8 и именно, чтобы зуб был квадратный. Это шпатель и это слой, который мы проводим, да, то есть клея. То есть вот этот слой клея, он позволяет немножко манипулировать блоком, немножко его выравнивать. Вот. Буду работать таким. Так, ну что, высота поднимается, приходится делать вот такие уже себе тумбы. Вот у меня тут завалялся, не знаю, чурка такая вот от шпалы. Не знаю, откуда она взялась. Попробую сейчас с нее поработать. Да. Давай. Давай. Да. так угловые блоки готовы натягиваем сейчас осевочки немного неудобно на жаре конечно работать непривычно всю зиму на морозе работал то снег тот дождь там грубо говоря минусовать температура ну как бы начал пол более плотно работать именно в дневное время у нас температура по 30 градусов голова просто вообще раскалывается состояние какое-то такое вообще прям ничего не хочется строить ничего делать уже просто привыкнуть к этой жаре главное теперь не сгореть продолжаем сейчас натягиваю осевочки вымеряем окна определяемся где у нас будут окна делаем раскладку такую вот и завершаем этот ряд и уже у нас дальнейшие там 6 7 ряд мы уже будем видеть двери и и окна в нашем доме так уже полегче так ну вот натянулась осевочку сейчас будем вложить его сюда вот вот на это перекрестье блок по этой осевки уже вот от угла до угла у нас видно не видно и и сон до того угла получается затем контянута вот так вот 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 вот